На днях Елизавета II взволновала публику, появившись с тростью, однако представители дворца поспешили заверить, что это было сделано ради удобства, а не по медицинским показаниям. За самочувствием Ее Величества внимательно следит специально отобранная команда врачей. Благодаря их усилиям королева находится в отличной форме, несмотря на почтенный возраст. Напомним, что минувшей весной она отпраздновала 95-летний юбилей. По словам источника, ради поддержания хорошего физического состояния, медики посоветовали Елизавете II исключить из рациона спиртные напитки. Королеве сказали отказаться от вечернего напитка, которым обычно был Мартини, поделился друг семьи, это не будет проблемой, ведь она пьет редко. Жаль только, что на данном этапе жизни она лишится от одного из очень немногих удовольствий. Есть разные сведения о вкусах Ее Величества в алкоголе. Одни источники сообщают, что королева, как и Ее сын Чарльз, предпочитает сухой Мартини. Другие упоминают о бокале сладкого вина за ужином. Покойная кузина Елизаветы Маргарет Роудс однажды обмолвилась, что Ее Величество пьет шампанское перед сном. Несмотря на то, что уже практически точно известно, что герцоги сасекские отказались, точнее, им настоятельно порекомендовали отказаться, от идеи крещения своей дочери Лилибет Дианы в Великобритании, в Виндзоре, согласно всем королевским традициям, и вроде намерены провести церемонию в США, пресс-служба Гарри и Мэган заявила накануне, что планы на крещение еще обсуждаются и ничего не решено. Вроде бы точно известно, что герцоги скамейкины отказались от идеи, им пришлось отказаться от идеи крещения своей дочери Лилибет в Британии, пресс-служба Клуша и Хаза заявила накануне, что планы на крещение обсуждаются и ничего не решено. Вопрос зачем? Зачем устраивать этот балаган? А я вам отвечу, Мэган, наверное, питается этим вниманием, интригами общественности, которые она создает, нестабильностью, знаете, бывают же энергетические вампиры, а бывают, наверное, их подвид вампиры-петухи, которым главное суету навести и драку устроить, а потом все останется по-прежнему. Есть предположение, что Лилибет Диана будет крещена в епископальной церкви США главой этой церкви, епископом Майклом Карри, который произнес проповедь на свадьбе Гарри и Мэган. При этом девочка не потеряет своей очереди в линии престола наследия. Если ей повезет и Мегуси в конец не выведет из себя королеву, понравилось видео. Подпишитесь, ставьте лайки, пишите в комментариях, обсудим. Многие задаются вопросом, почему СМИ уделяют такое пристальное внимание крестинам дочери, не работающих на монархию членов королевской семьи, которые второй год вполне себе приятно проводят время в США, зарабатывая на принадлежности к БКС. Разумеется, такая шумиха крайне выгодна принцу Гарри и Мэган Маркл. Пресса, обсуждая эту тему, постоянно напоминает американской, а именно здесь теперь целевая аудитория Сасекса в публике, что речь идет не о ком-нибудь, а о принце, его супруге-герцогине и их дочери, восьмой в очереди на Британский престол, которые по-прежнему остаются любимыми членами семьи. И не просто семьи королевской семьи. Весьма вероятно, что Сасексы сами постоянно подогревают этот шум. Тут приплатят, там инсайдерскую информацию сольют. Журналисты не против публики, этот цирк пока интересен, тиражи растут, очередной взнос по кредиту за дом можно отдать досрочно. Сейчас на повестке дня вопрос. Так все же в Великобритании, в Англиканской церкви, с соблюдением королевских традиций, или в США в Епископальной церкви, зато хоть с танцами, хоть с песнями в исполнении главы Епископальной церкви США, епископа Майкла Карри. Многие его помнят по проповеди, которую он произнес на свадьбе Гарри и Мэган. Чаша весов склоняется в сторону США. Но вот вопрос, прибудет ли в США на Кристины Лилибетт хоть один член королевской семьи? Ответ на него дала Ингрид Сьюарт, главный редактор журнала Мэджесты, которая заявила изданию The Sun, что если Лилибетт второй ребенок герцога и герцогини Сасекских, родившаяся в июне, будет крещена в США, то, возможно, на церемонию прилетит кто-то из британских друзей Гарри. Ингрид добавила, «Я не думаю, что у кого-то из ближайших родственников Гарри, членов королевской семьи, будет время для такого путешествия». Их графики составляются на шесть месяцев вперед. Ему не стоит ждать на Кристины в США не королеву, ее величество вообще вот уже много лет не выезжает в заграничные поездки АВТ. Не отца, принца Чарльза с супругой, не Кембриджей. Если церемония состоится в США, Лилибетт станет первой из внуков или правнуков королевы, не принявших королевское крещение в англиканской церкви. Королевские комментаторы уверены в одном. Друзья Сасикских дружат с ними только для того, чтобы поднять собственные рейтинги и ждут случая, чтобы выслужиться перед королевской семьей. Об этом сообщил эксперт Нил Шон. Причина такого отношения проста, пара сейчас находится у всех на слуху. Поэтому общение с ними может помочь кому-то в чем-то. Ну, например, через Сасикских можно выйти на Нетфликс или любую другую организацию. В открытую об этом, понятное дело, никто не говорит. Но слухи на ровном месте не появляются. Итак, выступая на своем канале YouTube, Шон сказал, «Я думаю, что Уильям и Гарри оба узнают на горьком опыте, продвигаясь вперед, так это то, что знаменитости очень непостоянны». В биографии Гарри уже были случаи, когда он дружил со звездами, а потом выяснялось, что звезды общались с ним только ради того, чтобы выслужиться перед королевской семьей и снискать расположение королевы. Уильям тоже попал под раздачу, однако быстро смекнул, что к чему, и с тех пор поддерживает деловые отношения с селебрити, но близко их не подпускает. Умный мужик, что тут скажешь? Но о гаврике до сих пор продолжают быть платформой, которая помогает одним звездам решить свои проблемы за счет других звезд. «Неоднократно было такое, что друзья Сасекских писали пресс-службе королевы и предлагали слить им факты о паре. В ответ же просили помочь им в каком-то деле. Такой себе своеобразный бартер. Так и хочется спросить у Гарри, и это правда твои друзья?» Задавался в одном из своих интервью королевский эксперт. Даже сейчас близкие друзья Гарри и Меган делятся личной информацией о паре. «Так быть не должно. Личное должно оставаться личным», заключил Нил. К слову, некоторые старинные друзья братьев сейчас с обоими не поддерживают дружеские отношения, предпочитая отмахиваться деловыми сообщениями. Например, Гарри и Уильям хорошо ладили с Боном Джови. Гарри даже записал с ним трек. Правда, теперь музыкант предпочитает и вовсе не общаться с братьями. Из-за их скандала некоторые публичные люди не знают, чью сторону занять, чтобы не обидеть другого. И им проще вовсе перестать общаться с королевскими отпрысками, чем ломать голову над тем, как же к этому отнесется противоположная сторона. Лично я считаю, что это очень правильный подход. И, возможно, сейчас меня закидают помидорами, но я думаю, что звезды поступают правильно, используя Сасекских в своих корыстных целях. Парочка не гнушалась использовать простых людей в достижении своих высот. Так почему другие не могут сделать то же самое? Возможно, это и неправильно. Что-то Гаврики конкретно облажались со всех сторон. Отношения с семьями испорчены. Друзья их используют в своих корыстных целях. Публике только скандалы подавай. Работодателям вообще до лампочки, что думают и чувствуют герцоги. Фанатам по большому счету наплевать на пару. Как думаете, в чем проблема? Сасекским просто не доверяют, поэтому используют их. Или все-таки пара так и не научилась правильно выбирать круг общения? Диадемы из сокровищницы королевской семьи, представительницы британской монархии, вынимают обычно для пышных приемов или международных туров. Но и королевским невестам разрешается одолжить одну из диадем, тиар, бандо, принадлежащих ее величеству, чтобы надеть их на свадьбу. Некоторые из них надевают собственные фамильные диадемы. За последние годы замуж в королевское семейство Великобритании вышли Кейт Миддлтон и Меган Маркл, а также сочетались с браком принцессы Евгения и Беатрис Йоркские. Какие у них были диадемы, одолженные королевой и чья считается наиболее дорогой? На этот вопрос изданию Daily Express ответила Диана Бороуман, эксперт в области ювелирных ценностей. В карте Хейл Тиара Кейт Миддлтон 1 миллион фунтов стерлингов, когда Кейт Миддлтон выходила замуж за принца Уильяма в 2011 году, ей была предоставлена королевская тиара-кортье Хейлу. Диана Бороуман, тиара-кортье Хейлу, состоит из 739 бриллиантов круглой огранки и 149 бриллиантов багетной огранки. Король Георг VI поручил кортье создать тиару из бриллиантов и платины, которые он купил для своей жены Елизаветы, за три недели до их коронации. Нынешней королеве подарили тиару в качестве подарка на 18-летие, и она одолжила ее герцогине Кембриджской, чтобы Кейт Миддлтон надела на свою свадьбу этот день, когда тиара-кортье Хейлу пережила свой самый знаковый момент. Сейчас она стоит более 1 миллиона фунтов стерлингов. Тиара-бандо-королевы Марии Текской для Меган Маркл 2 миллиона фунтов стерлингов, ее величество королева Елизавета II, одолжила Меган Маркл тиару-бандо-королевы Марии Текской, когда Меган выходила замуж за принца Гарри в 2018 году. Гэжа Бороуман объяснила, Тиара-бандо-королевы Марии с бриллиантами в стиле ордека, сделана из бриллиантов и платины, разделена на 11 секций переплетенных овалов с бриллиантами. Ее венчает эффектная съемная брошь в форме цветка 1893 года с 10 бриллиантами, которую подарили тогдашней принцессе Марии во время ее свадьбы с принцем Джорджем. Сама тиара была изготовлена в 1932 году именно ради того, чтобы показать эту великолепную брошь. Меган-герцогиня Сасикской одолжили это бандо на день свадьбы. Оно оценивается примерно в 2 миллиона фунтов стерлингов. Тиара с бахромой королевы Марии – бриллиантовая бахрома королевы Марии. Минус 4 миллиона фунтов стерлингов три королевские невесты носили Тиару с бахромой королевы Марии в дни своей свадьбы, в том числе королева Елизавета II, ее дочь принцесса Анна и совсем недавно принцесса Беатрис в 2020 году. Диана Бараумен. Тиара с бахромой королевы Марии, созданная по заказу бабушки королевы Елизаветы II, теперь стоит более 4 миллионов фунтов стерлингов. Она состоит из бриллиантов в оправе золота и серебра, оформленных в виде 47 градуированных сужающихся стержней, разделенных 46 узкими шипами. Бриллианты в Тиаре изначально были частью ожерелья, которое королева Виктория подарила королеве Марии по случаю ее свадьбы. Тиара изумрудный кокошник Гревиль от 5 до 10 миллионов фунтов стерлингов, внучка королевы, принцесса Евгения, носила это ослепительное украшение, когда выходила замуж за Джека Бруксбенка в 2018 году. Гэжа Бараумен сказала, изумрудная тиара Гревила в виде кокошника, которую носила принцесса Евгения в день свадьбы, была завещана королеве матери Елизавете Королевской дамой, аналог рыцарского звания у дам Маргарет Гревиль. Парижский ювелирный дом Баучерон создал этот кокошник в стиле украшений российского императорского дома XIX века. Роскошные бриллианты, огранки роза, платина, шесть небольших изумрудов и один большой центральный изумруд кабошон весом около 93,7 карата. Такая легендарная тиара может стоить от 5 до 10 миллионов фунтов стерлингов. Не обошлось без казусов. Когда принцесса Евгения надевала тиару в день свадьбы, она сломалась и украшения пришлось срочно доставить в ювелирный дом Гаррард для починки. В общем, принцесса Евгения, пусть и с некоторыми трудностями, надела одну из самых дорогих диадем, которые использовались на королевских свадьбах последних лет. Кейт Мидлтон досталась самая недорогая, но она, будущая королева-консорт, когда-нибудь сможет примерить любую диадему из королевской сокровищницы. Уверена, она сделает с присущим ей достоинством и элегантностью.